МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить о главном сегодня. Кто сядет в кресло мэра? В Рязани объявлен конкурс кандидатов в градоначальники. Чучкова чемпион. Провинциальные спортсмены стали чемпионами мира по футзалу. Суррогатное материнство. Мнение представителей православной церкви. А теперь перейдем к подробностям. Суррогатные дети, появившиеся в счастливой семье Пугачева-Галкин, вызвали новую, хотя и хлипкую волну интереса к теме сур-мам. С одной стороны, для бездетных пар это единственный способ обзавестись родными детишками. С другой, а каково матери, которая выносила в себе ребенка отдавать его в чужую семью? Рвется кровная связь, зато мамаша получает оговоренную мзду. Что важнее? Сегодня мы попросили высказать свою позицию в этой связи нашего комментатора, священника отца Павла Конькова. С точки зрения социальной концепции русско-православной церкви, суррогатное материнство является однозначным грехом. Ни в коем разе, ни с этической точки зрения, ни с нравственной, ни с религиозной, нельзя отдавать своего ребенка, потому что Господь дает жизнь, и Господь дает ответственность за жизнь других людей. Грех также ложится на тех людей, которые уговаривают мать, донора мать, выносить их ребенка. Потому что с точки зрения этики, получается, что эти родители, да, в биологическом аспекте действительно они являются родителями, но в нравственном аспекте они отнимают ребенка у родной матери, которая выносила, которая питала ребенка в внутриутробный период его жизни, и которая психологически привязана к нему. Также нельзя выпускать из виду то, что среди матерей, которые отдают свое чадо, которые вынашивают свое чадо для других людей, очень большой процент суицида. Женщины не справляются психологически с тем, что они отдают, привязываются к ребенку, к своему, и отдают свое дитя. Надо добавить, что в большинстве стран мира суррогатное материнство запрещено законодательно. Во Франции и Германии за подобные операции врачей-посредников привлекают к уголовной ответственности. В Австрии, Норвегии, Швеции, а также в некоторых штатах США за решетку могут попасть как генетические родители, так и суррогатная мать. В других странах, например, Великобритании, разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. К другим темам. В ближайший вторник огонь Сочевской Олимпиады пронесут по Рязанским улицам. 130 наших факелоносцев готовятся к этому событию с особым волнением. Дело, понятно, ответственное, торжественное. Такой шанс выпадает, как правило, раз в жизни, и опростоволоситься очень не хочется. А возможности для этого, увы, самые широкие. И дело не в спортсменах. Сама конструкция факела, которую так превозносили его создатели, не выдерживает испытания пробегом. Сначала в интернете появилось видео, как погасший от порыва ветра Олимпийский огонь возрождает к жизни с помощью зажигалки крепкий дядя из кремлевской охраны. А вот еще один фрагмент факельного конфуза. Погас нахрен. Опять погас. Слушайте, ну это печаль. Который раз. Спонсор показа «Газпром». Ранее сообщалось, что завод «Красмаш» получил за изготовление 16 тысяч факелов 207 миллионов рублей. Олимпийский факел игр в Сочи не погаснет ни при каких обстоятельствах, заявлял один из разработчиков Андрей Водяник. Но он же, говоря о дизайне факела, заявлял, что конструкция выполнена в виде пера жарптицы. Образ, дескать, знакомый всем с детства, навевает воспоминания о русских народных сказках. Что в реальности напоминает форма факела, поведал в интернете сам русский народ. Обводы олимпийского приспособления, оказывается, в точности соответствуют стилизованной букве «Р» в названии самого популярного российского продукта. Так что сказочное жарптицево перо у заводских дизайнеров, похоже, ассоциируется с вполне конкретными, а может быть и вожделенными вещами. Хотя, конечно, все это не так, все совпадения случайные, не имеют отношения к упоминаемым людям предметам и событиям. Между тем, рязанцы вполне достойны олимпийского огня не только в память о великих спортсменах прошлого. На днях пришло известие из Чучкова. Местная команда «Гермес» выиграла первый клубный чемпионат мира по микрофутзалу. Наши периферийные мастера маленького футбола расшибли конкурентов из Гондураса, потом обыграли итальянцев, последовательно наказали киргизов, гамбийцев и словаков. Сегодня чучковские чемпионы мира рассказали о своей победе Оксане Тебенихиной. Команда спортсменов из Рязанской области стала победителем турнира Лиги Европы по микрофутзалу в Испании. Это относительно новая разновидность привычного всем футбола. Только габариты площадки и ворот значительно уступают старшему брату. А сами ворота здесь лишены голкипера. Наши ребята, выходцы Касимова и Чучкова, смогли обыграть сильнейших соперников. Вообще, раньше никто там даже и Чучков не знал, не Рязанской области, а сейчас уже везде узнают. И там даже вот добавляются вот и к ребятам друзья уже с федерации, там со Словакии, с Бельгии. Так вот, ну уже есть. И, конечно, ну что наши ребята сильнее всех, это очень приятно и вообще и гордость. Ну у нас команда собрана, все футболисты, профессионалы. Кто-то уже играл на профессиональном уровне, большинство из них, как бы здесь проблем вообще нет никаких. То есть самодача у всех. То есть мальчика для битья у нас нет в команде, у нас все с мужским характером, друг за другом у нас. Девиз команды один за всех и все за одного. У нас все нормально в команде с этим обстоит. Турнир был тяжелый на самом деле. Ну, не думали в начале поездки, что таким тяжелым окажется. Несмотря там на счета на всякие. Вот, и все показали, что мы настоящая команда, все вместе. В очередной нас доказали. И будем двигаться дальше. Ну, в основном у нас как бы все с разных городов. Все, кто с Москвы у нас приезжает, кто даже с Питера приезжал. Кто-то с Касимова, с Рязани, с Чучкова, с Асово, со всей области. И в основном все тренируются в своих городах. То есть за себя вот из-за слова могу сказать, что мы, например, когда важные турниры, мы две тренировки в день проводим постоянно. То есть усердно тренируемся. С каждым годом все труднее и труднее завоевывать. Уже уровень мастерства повышается. И поэтому на каждый матч выходим как на последний и бьемся до конца. Поэтому ребят полную самодачу показывают в этом. Итак, возвращаясь к прежней теме. Торжественное пронесение Олимпийского факела по нашим улицам состоится в ближайшем будущем. А сегодня дела насущные обсуждала новоизбранная Рязанская городская дума. Рассказывает Глеб Галушкин. На втором заседании Рязанской городской думы главным вопросом повестки стал конкурс на замещение должности главы администрации Рязани. Парламентарии назначили его проведение на 19 ноября и утвердили состав конкурсной комиссии. В нее вошли 10 депутатов. Теперь в течение практически целого месяца все желающие горожане могут подавать заявки на пост мэра города. Комиссия будет работать ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Конкурс будет на протяжении нескольких недель и мы предполагаем его завершение 19 ноября 2013 года, когда мы уже должны услышать имя главы администрации города Рязани. На сегодняшний день сформировано состав части комиссии конкурсной от Рязанской городской думы. По регламентам 10 человек от Рязанской городской думы должны войти в состав комиссии. И туда же в состав комиссии в ближайшее время мы ожидаем кандидатуры от правительства Рязанской области и от Рязанской областной думы. Согласно нормам, все кандидаты на должность мэра Рязани должны будут в обязательном порядке предоставить в конкурсную комиссию сведения о доходах и имуществе. Причем не только свои, но и членов своей семьи. Также на заседании Гордумы депутаты окончательно разобрались с организационной структурой. Оформили составы профильных комитетов парламента. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч пел когда-то Марк Бернес в старой доброй песне «Если бы парни всей земли». Слова Долматовского, музыка Соловьева-Седова. Сейчас крепкая и бескорыстная дружба у нас с соседями и бывшими республиками Союза как-то не очень получается. Зато в плане большой и чистой, а главное быстрой любви все совсем по-другому. Рязанские полицейские провели проверку работы популярного городского развлекательного комплекса. Любимое место отдыха рязанцев, так сказать. Заглянули правоохранители в сауну и отыскали там не только распаренных любителей здорового образа жизни, но и тех, кто этот образ им обеспечивает в плане дополнительных услуг. Жрицы любви за определенную мзду могли и спинку потереть, и шею намылить, и все остальное. Причем рязанские поставщики подошли к делу творчески, даже, можно сказать, с выдумкой. Видимо, будучи любителями определенного рода экзотики, они прислали по заказу банных помощниц в составе представительниц знойного Узбекистана, солнечного Таджикистана и загадочной Африки. Такой вот женский интернационал торжествовал в этом самом любимом месте отдыха рязанцев. Признаться, попахивает это все банальным бордельчиком, а не респектабельным клубом. Полиция намерена возбудить дело. На сегодня все. Итоги недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего вечера и до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин